Между тем, новые беженцы продолжают пребывать, волна за волной, хотят успеть до холодов и совсем не хотят задерживаться в палаточных лагерях. Чтобы добраться до самых зажиточных уголков Европы, готовы платить любые деньги, те у кого не есть. Многим путь до Австрии обошелся в тысячи долларов, и чтобы достичь цели, нужно платить еще. Немало тех, для кого массовое переселение обернулось баснословной выгодой. Репортаж Дмитрия Новикова. Таксисты из австрийского городка Никельсдорф о таком объеме работы раньше и не мечтали. Местный житель Гюнтер только что отвез очередную партию мигрантов в Вену и тут же вернулся обратно за новой группой беженцев. От венгерской границы до австрийской столицы 70 километров. За свои услуги берет 170 евро. За сутки я делаю в Вену три, максимум четыре рейса. На большее у меня физически нет ни времени, ни сил. Чтобы оказаться поближе к Германии, предлагающие из всех стран Евросоюза наиболее комфортные условия жизни для получающих статус беженца, выходцы из Сирии, Ирака, Пакистана и Афганистана готовы платить любые деньги. На этот раз в своем микроавтобусе Гюнтер везет в Вену выходцев из Пакистана и Афганистана. Но ни один из них не намерен надолго оставаться в Австрии. В Германию. Только в Германию. Очередь из сотен автомобилей такси с одной стороны входа в лагерь и очередь из нескольких тысяч беженцев с другой. Те, кто может позволить себе заплатить 600 евро и больше, тут же договариваются с таксистами о поездке в Зальцбург. Этот город расположен ближе всего к немецкой границе. Такси вас ждет за воротами лагеря. Не беспокойтесь, уедете все. Мест в автомашинах достаточно. Становитесь в очередь и соблюдайте порядок. Повторяю, у вас у всех будет возможность уехать туда, куда пожелаете. Чтобы добраться до Европы, многие из мигрантов потратили по 5-6 тысяч американских долларов. Большая часть денег, по словам беженцев, ушла на оплату услуг перевозчиков-контрабандистов. Сирийский шан говорит, что собранные родственниками деньги для этой поездки у него уже на исходе. Сейчас у меня осталось 2000 долларов, но все эти затраты стоят того, чтобы моя семья жила в безопасности, а дети росли в нормальных условиях. В Австрии, где сейчас расположены сотни палаточных лагерей для прибывающих в страну мигрантов, резкое похолодание. Это один из пунктов раздачи теплой одежды. Ней нуждаются буквально все беженцы, ведь покидая полтора-два месяца назад свои теплые страны, многие из них и не рассчитывали, что дорога в Европу окажется столь долгой. Все эти вещи собраны благотворительными организациями не только в городах Австрии, но и в других странах Евросоюза. Люди откликнулись и покупают для мигрантов новую одежду. Лагерь для беженцев в Никельсдорфе, по сути, на сегодняшний день самый крупный в Европе пункт встречи и проводов тысяч мигрантов, желающих осесть именно в Западной Европе. Кто все эти люди, как их зовут, откуда они и нет ли среди них засланных террористов, миграционным службам еще предстоит выяснить. У самих же беженцев на исходе не только деньги, но и силы. 10, а иногда 20 километров пешком в день, да еще с детьми на руках, ночевки под открытым небом, сон по 2-3 часа в день. Европейские медики сейчас всеми силами пытаются не допустить в местах массового скопления мигрантов начала эпидемии простудных заболеваний. Дмитрий Новиков, Иван Романов, Первый канал, Австрия.